Здравствуйте коллеги! Своей стороны, обещаю, что темы будут не менее интересными и актуальными, чем сегодняшние. Итак, сегодняшняя тема нашего с вами занятия – некоторые принципы клинической импровизации по материалам и источникам, указанным в данном презентационном тексте, который вы видите. Здесь Сюзанна Гарстром выступила нашим главным героем, ну и, соответственно, в некоторой степени я, поскольку попытался адаптировать этот материал к нашей ситуации с некоторыми своими комментариями. Сюзанна Гарстром занималась исследованием импровизации при работе с тревожными подростками с 12 до 17 лет, которые имели серьезные поведенческие и эмоциональные расстройства. Каждый из подростков участвовал в пяти сеансах импровизации. Подросткам было предложено создать инструментальные импровизации как в одиночку, так и с музыкальным терапевтом. После каждой импровизации участники слушали или говорили. Избранные импровизации были затем проанализированы с использованием методики анализа импровизации Брус Шаа 1987 года в профиле оценки импровизации и IP. Сравнивались музыкальные и текстовые данные. Хотя способ организации музыкальных элементов для создания значимых импровизаций был уникальным для каждого клиента, общие тенденции проявлялись в выборе ритмической основы для импровизации, в тональном выражении, тембре и конфигурации музыкального материала. Я вижу в чате сообщение, что не видно видео. Пожалуйста, настройте у себя плагин. Сообщите в дальнейшем, пожалуйста. Я параллельно буду просматривать чат, видно ли. Импровизация в контексте исследования была определена следующим образом. Это спонтанный процесс сочинения музыки во время игры или пения. Постепенно создается мелодия, которая ритмически оформляется и превращается в песню или инструментальную пьесу. Это определение импровизации взято у Брус Ша в его книге 1991 года. Согласно концепции Брус Ша, клиническая импровизация является одним из основных методов, которые регулярно используются в практике музыкальной терапии. В импровизационный опыт клиента включаются звуки, генерируемые на теле или в теле, голос, любое количество музыкальных инструментов, таких как фортепиано, гитара и ударные инструменты. Следующий термин, который сегодня будет употребляться в нашем с вами разговоре, это термин тревожные подростки. В данном исследовании он употреблялся по отношению к подросткам с тяжелыми поведенческими или эмоциональными расстройствами, а именно, расстройствами поведения, эмоциональной нестабильностью, депрессией, посттромботическим стрессовым расстройством, шизофренией и химической зависимостью. Посмотрите, какой широкий спектр нарушений расстройств был охвачен данным исследованием. Тревожные подростки характеризовались широким спектром нарушений в физическом, когнитивном, эмоциональном и межличностном функционировании. Следующие термины, это термин клиент, участник и подросток. Они используются взаимозаменяемо, то есть мы можем иметь ввиду все, что здесь перечислено, говоря о нашем клиенте. Сюзазна Каструм говорит о том, что большинство публикаций, так или иначе затрагивающих проблему клинической импровизации, состоят из описания программ лечения и количественных отчетов об исследовании. Относительно терапевтической импровизации с подростками писали Айген, Дворкин, Флауэр, Фриш, Лехтонин, но и другие исследователи. В работах подчеркиваются в основном различные преимущества существенными и, как мне кажется, мы можем тоже задуматься на эту тему. Почему с подростками так эффективно и так хорошо использовать импровизацию и в диагностическом плане, и затем в терапевтическом? Во-первых, импровизация привлекает внимание подростков, нуждающихся в реализации физической, психической, сексуальной и творческой активности, которая сопровождает этот возрастной период. Успешное участие в импровизации не требует предварительной музыкальной подготовки или опыта. Импровизация содержит элементы свободы и гибкости, непредсказуемости, характерной для подросткового возраста. Импровизация усиливает, стимулирует эго, затрагивая фундаментальную проблему подросткового возраста. Импровизация предлагает путь к самовыражению, как к первичному лечению тревожного подростка. Социальные и межличностные отношения развиваются посредством импровизационного опыта. Коллеги, пожалуйста, если у кого-то произошли перемены в трансляции, это связано только с вашим компьютерным обеспечением, потому что все видно и у меня, и на параллельных потоках, которые здесь сейчас идут. Для анализа клинической импровизации был применен феноменологический анализ. Мы с вами помним, что последнее довольно-таки существенное исследование на эту тему провел Лии в 2000 году и разработал методику диагностики, где декларировал 9 этапов клинической импровизации и 9 моделей анализа клинической импровизации, о которых мы с вами уже говорили в курсе феноменологии. Но если будет потребность, мы можем еще повторить, все зависит от вашего интереса. Итак, первый этап. Были извлечены ключевые вербальные заявления, относящиеся к опыту группы. То есть, какой есть конкретно опыт у данной группы в плане вербализации своего отношения к мурицу, которые соотнесены с индивидуальными значениями. Что конкретно данный подросток вкладывает в свою импровизацию? Единицы индивидуальных значений сгруппированы следующим образом. Импровизация – возможность свободы и контроля одновременно. Импровизация – открытая возможность для эмпатии. Импровизация – возможность выразить актуальные эмоции. Импровизация – возможность выразить дискретные эмоции. Следующее, что для нас является сегодня чрезвычайно важным, это понять, что существуют два вида клинической импровизации. Те люди, которые обладают в данной аудитории музыкальным образованием, могут соотнести эти определения с программной музыкой и непрограммной музыкой. Соответственно, для всех других мы называем два определения. Это референциальная музыка. Музыка, которая изображает что-то вне себя. Впервые об этом написал в 1956 году исследователь Мейер. Что имеется в виду? Имеется в виду, что мы играем конкретный объект. Почему я сказал, что нужно сравнить с программной музыкой? То есть, у нас есть времена года, например. Другой вопрос, что это и как это мы с вами многое... С реальным содержанием, с реальным музыкальным текстом, с фактурой, с выбором инструментов, с тем чувством, которое вызывает данное произведение. Так вот, референциальная импровизация, это импровизация, которая имеет четкую программу. Допустим, мы играем в страх. Ну, условно говоря, да? Создается под руководством терапевта. Вербальное название эмоции, ситуации или изображения. И тогда смысл формируется и вращается вокруг референта, который предварительно выбран. Бруши подробно рассказывает об этом в своей книге 2001 года. Напротив, неференциальная, нереференциальная, простите, или свободная импровизация создается вокруг самих звуков или музыки. Смысл формируется по отношению к самим звукам. Об этом зафиксировала свои мысли Мэри Присли в 94-м. Пойдем дальше. Итак, связь между звуками и музыкальными данными и значением, приписываемым звукам, это вербальные данные. И вопрос, который заслуживает изучения. Будет ли эта связь очевидной? Соответственно, в последующем прослушивании. Как мы с вами знаем, практика музыкальных терапевтов предполагает запись всех импровизаций, которые производятся в течение, в смысле, отношений между музыкальными данными и вербальными данными. Очень часто эта связь не актуализируется терапевтом. То есть, она остается как бы неуловимой для того человека, который читает исследования. Большинство публикаций не предоставляют сопроводительные аудиозаписи и нотацию. В то время, как существуют исключения, в частности, сочинения о музыкальной терапии Нордафа Робинса и двух исследований Хиллера и Лейсберга с использованием как раз профиля И.А.П. Бруши. Первое исследование Хиллера 93-го года, второе Лейсберга 1994-го. Такие описания, говорят наши коллеги, необходимы для полного выяснения того, как музыкальные данные поддерживают или опровергают нонмузивные. И наоборот. Читателю часто приходится задаваться вопросом об особенностях самой музыкальной структуры. То есть, условно говоря, исследователь пишет о том, что произошло то-то и то-то, а что происходило реально в музыке в это время, мы не знаем до тех пор, пока мы или не увидим записи, или не увидим хотя бы нотацию данной импровизации для того, чтобы проанализировать данную ситуацию. Как вы знаете, это определенный способ аргументации нашей с вами исследовательской деятельности. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этими моментами. Простое стремление терапевта понимать музыку клиента, анализировать приписываемые этой музыке значения, уже может восприниматься как попытка взаимодействия. Импровизация может быть очень личным опытом, и предполагается, что я проецируется на музыку. Более полное понимание музыкальных выражений и творений клиента может привести к более полному представлению о нем, о его физическом, эмоциональном и когнитивном состоянии. Этот материал становится буквально единственным каналом, который мы можем реально анализировать. Важное значение для терапевтической работы имеет анализ аутентичных музыкальных выражений, которые позволяют музыкальному терапевту обойти первоначальную сдержанность. Помните, когда мы с вами рассматривали феноменологический подход, мы с вами говорили, что один из первых этапов имеет целью сломать лед. Да, было такое выражение, сломать лед. Так вот, аутентичная импровизация, она как раз и позволяет обойти первоначальную сдержанность, выявить, кто твой клиент, как он думает и чувствует. Осведомленность позволяет нам с вами принять более уверенные и эффективные решения. Аутентичная импровизация. Импровизация здесь и сейчас. Просто так, на любом инструменте, в голове, в тело. Что чувствует клиент или подросток при импровизации с терапевтом? Что психотерапевт находит в себе при импровизации с клиентом? Как сравнить значение клиента и терапевта? То есть, смотрите, если вы задаете тему страха, вы должны понимать, как организована эта импровизация, не только с точки зрения выбора инструмента, как мы сегодня говорим, и как это сейчас модно, да, апеллятивный спектр инструмента. Многие коллеги употребляют этот термин, но мы его уже с вами знаем, откуда он идет, и знаем, что Деккер Фолькт об этом уже давным-давно написал. И нет смысла пересказывать его воззрение, а есть смысл понять, что стоит за ними. Как это происходит? Не что, а как. Какое значение пациент или клиент приписывает импровизации? Вот это тот список вопросов, которые мы можем отнести, условно говоря, к особенностям клинической импровизации. Не просто так барабанению, да, и заявлению о том, что да, о, я отыграл свою агрессию, как это здорово. Важно понять, как и что происходит. Важно понять, зачем это все происходит, и в каких условиях, и в каком дискурсе это все реализуется. Не просто так приходит девочка с окрашенными розовым цветом волосами и берет в руки барабан, и не просто так на шее у нее металлические гвозди, да, и не просто так она любит тяжелый рок, и не просто так она сегодня... Она что-то всем этим хочет сказать, но она, может быть, никогда не скажет словами, что именно. Она попытается выразить это в звуке. Каким будет этот звук? И что вы лично будете чувствовать по этому поводу? Вот самое ядро здесь, самая сердцевина – это вы. Я уже неоднократно говорила, что я распадаюсь на атомы, да, чтобы вот не распадаться на атомы, а чтобы понять, какое зерно в тебе отзывается, и с чем ты будешь сейчас работать. И от того, насколько ты будешь аутентичен, от того, насколько ты будешь правдив сам перед собой и честен, настолько ты найдешь контакт вот с этим человечком, который в данном случае подростка, подросток, который пришел к тебе на взводе, на взрыве, вот чтобы собрать наиболее полную картину. Мы собираем все источники, которые у нас есть. Импровизации, во-первых, да, если мы хотим как-то обобщить свою работу. То есть мы собираем все импровизации, которые у нас есть. Мы собираем материалы сессии, которые мы проводим. Мы собираем материалы интервью. Мы обязательно ведем полевые заметки после каждой сессии. И, конечно же, заключительное интервью и прекращение исследовательских, ну и терапевтических, в разном случае, по-разному отношению. Итак, импровизации. Подросток, клиент и терапевт импровизируют в течение каждой сессии, затем обсуждают импровизации. Клиентам были предложены разнообразные инструменты, барабаны джембы, думбек, говорящий барабан, бубен, маракас, треугольник, кабаса, клаевс, гуира, вот блок, аго-го, хроматический, ксилофон, альтметаллофон. Ну, стандартный, в общем, набор. Одной из участниц была запрошена электронная клавиатура, но она никогда не использовалась. Наверное, умела играть. Каждый выбрал свой собственный инструмент или инструменты для каждой импровизации. Типичный сеанс состоял из одного, эти структура, да, пять сессий, один или два дуэта, две сольные импровизации, дуэт имеется в виду с терапевтом, и одна или две дополнительные. Во время импровизации соло и дуэта подростку было предложено в некоторых случаях, да, по желанию, начать и продолжать. Сессия длилась от 30 до 50 минут. Посмотрим еще раз структуру. Дуэт, импровизация, установление контакта, беседа, затем прослушивание импровизации, сессионное интервью, то есть анализ. То есть понятно, что вы берете какую-то тему, да, актуальную. Здесь потом будет пример, я расскажу кейс. Сессионное интервью, импровизация, прослушивание записи и обсуждения. Так, ну и что? Основополагающее положение методики Бруша и IP, ну или IAP, является то, что музыка, созданная в процессе импровизации, сама по себе имеет смысл. Значит, шкала содержит 6 профилей. Про шкалу будем говорить отдельно. Про саму шкалу сейчас общие представления. Создание, интеграция, изменчивость, напряженность, автономия, конгруентность. Это профили. Шкалы описывают различные способы, которые используют клиенты для организации, манипуляции, объединения музыкальных элементов. В случае совместной импровизации, как эти элементы соотносятся с музыкой другого участника. Элементы включают ритм, пульс, деление, ритмический ресурс, фразировку и метр, темп, тональные элементы, тембр, текстуру и объем. Для анализа музыкальных и текстовых данных. Шаг 1. Транскрипция текстовых данных. Текстовые данные получите в результате каждой импровизации расшифрованной. То есть, что обозначает данная импровизация? Шаг 2. Анализ импровизации. Импровизации разделены на небольшие разделы. Не менее шести импровизаций для каждого участника. Каждая из них анализируется в соответствии с профилями и шкалами. То есть, внутри музыкальные отношения анализируются, как элементы и компоненты в импровизации относятся друг к другу. И межмузыкальные отношения, как элементы и компоненты относятся к музыке другого человека. Шаг 3. Анализ текстовых данных, относящихся к каждой импровизации. Процесс кодирования применяется к полевым заметкам каждого сеанса. Что необходимо нам сделать? Конечно же, получить доступ к соответствующей клинической информации. Что такое полевые заметки? То, что вы видите во время импровизации. То, что происходит с вашим подростком, клиентом, участником, ребенком, неважно кем. То есть, с вашим клиентом. Вы это все записываете. Если во время игры на барабане, условно говоря, клиент поворачивает голову и начинает хмуриться, в какой именно момент это происходит и на каких, собственно говоря, звуках. И что по этому поводу он сам думает и как он это объясняет. Рефлексивный журнал, который содержал личную реакцию самого терапевта. Проверка результатов в сотрудничестве с участниками. То есть, правильно ли я понял, что в этот момент ты хотел сказать вот это. Заключительное интервью, которое предшествует составлению окончательного отчета. Здесь я уже говорил о том, что личная аутентичность терапевта – это дополнительное требование для данной работы. Если я действую достоверно, я понимаю, кто я в отношениях со своим клиентом, с подростком, то мои текущие действия должны быть конгруентными. Я действую в своей личной идентичности, культурной, профессиональной и так далее. И я принимаю ответственность за методологические изменения и мои интерпретации результатов импровизации. Ну вот сейчас посмотрим кейс. Эрика я буду зачитывать. Будьте внимательны, потому что презентации сейчас не всегда выкладываются. Если что-то покажется интересным, можете себе зафиксировать. Внешний вид Эрики был характерен для любителей тяжелого металла. Мешковатые потрепанные джинсы, кожаные шейные шейкеры, футболки с названиями любимых групп. Ее волосы чаще всего были черные, с красными полосками и неопрятные. Но наша первая встреча Эрика произнесла «Музыка – большая часть моей жизни, без нее я не могу жить». Хотя ответные импровизации внезапно и без предупреждения. Это полевые заметки, да? Что это все значит для вас и для Эрики? Эрика говорит открыто и гораздо более подробно и глубоко, чем другие подростки, о своих ощущениях, мыслях, чувствах, возникающих в результате импровизационного опыта, о симпатиях и антипатиях к инструментам, конкретным звукам и целым импровизациям. Что именно говорит, да? То есть мы здесь не видим самого главного. Мы не видим того, что вот в этом как бы самое мясо. Эрика и терапевт встретились 4 раза. Каждый сеанс длился около 50 минут. Во время этих сессий она сыграла одно соло и 9 дуэтов, 2 сольных референта и 2 дуэтные импровизации. Все импровизации Эрики имели ритмичный характер. Однако ни ее ритмичные, ни ее мелодические импровизации последовательно не интегрировались с пульсом. Почему? Это была отключенная игра. Ритмические узоры Эрики были в основном неизменными. Она имела тенденцию повторять конкретные фигуры внутри и между импровизациями. Играла, используя только четверти и только восьмые. Что это все значит? Однажды она сыграла короткую синкопированную импровизацию, но общий темп был всегда постоянным. Вот за этим описанием должно быть понимание того, что это для вас и что это для клиента. Анализ тональных элементов. Эрика использовала мелодические инструменты только тогда, когда она играла референтом, то есть по программе. Ни в одной из тех импровизаций она не установила покоящиеся тона и не сформировала сплоченные мелодические контуры. Скорее, Эрика играла звуковые формы, созданные повторяющимися энергичными моторными конфигурациями, которые формировали ощущение непрестанного прерывистого биения. В тональных кусках не использовала гармонию. Представляете себе, в тональном куске не взять ни одной терции, да, или ни одной ноты вместе, да. То есть одна тембр. Эрика была обращена к барабанам. Ее наиболее частым выбором были тубманы и дуббек. Хотя она предпочитала использовать руки, иногда использовала палочки. Вот когда она использовала палочки, это полевые заметки. В выборе пары... И потом расшифровка, да. В выборе пары произвела выбор конкретного тембра, который она искала. Какого тембра? Она упомянула, что ее уши гиперчувствительны. Тамбурин смутил ее. Почему? Мелодические инструменты использовала в трех из 14 импровизаций. В каких именно? Референтом или нет? Текстура. Эрика, как правило, не использовала разнообразных конфигураций. На барабанах играла с одиночными, чередующимися ударами. Иногда использовала тремоло. Когда иногда? Насколько чередовались удары? Как они соотносились с метром, темпом и пульсом? Соотносились ли они с пульсом самой Эрики в этот момент? Тоже такой вопрос. На мелодичных инструментах только одиночные удары. Почему? Она является не единственным участником, который не использовал глиссанда. То есть все участники группы когда-либо использовали глиссанда. Она не использовала никогда. Почему? На мелодических инструментах Эрика обычно ограничивала свои выражения одним регистром. Играла мелодично, но никогда не гармонично. Объем игры. Объем игры Эрики был в целом стабильным. Меце форта, форта. Наиболее примечательным исключением является импровизация под названием «Ночной страх». Эрика использовала крещендо. Вот здесь смотрите, какая интересная перекличка получается. Никогда не использовала быстрая крещендо на восходящих или нисходящих звуках. Что? Где возникла крещендо? В какой импровизации? «Ночной страх» значит что? Ну и последнее, что сегодня мы проговорим, это небольшие программки, которые предлагаются для такой группы. Дуэт «Мирная мечтательная любовь». Дуэт «Разочарование». И соло «Ночной страх». Вот такие вот программки. Они не единственные, их на самом деле много. Но это материал не для среды, понятно. Инструмент терапевта, инструмент клиента. Очень интересная табличка. То есть можно ее тоже использовать. Что выбрал клиент и что выбрал терапевт. Сегодня, да. И потом посмотреть в течение шести сессий. На одну и ту же импровизацию. Это, допустим, «Ночной страх». Да. Тоже очень значимые вещи. Вот такая наука музыкальная терапия. На сегодня мы с вами все закончили. Я рада, что у нас сегодня много. Реально много. Спасибо всем, что пришли сегодня. Надеюсь, следующая среда будет не менее интересной. И мы продолжим наше с вами продуктивное общение. Напоминаю, что завтра вы можете посмотреть среду записи. Всего доброго, уважаемые коллеги. Рада была вас всех приветствовать. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин